Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. Смотрите сегодня. Калияна Островского и Яма на 50 лет в ЛКСМ. Мы продолжаем инспектировать улицы в рамках проекта «Город дорог». Нет спирту в шаговой доступности. Запрет на продажу алкоголя в жилых районах рассматривают в Югре. Квесты, полоса препятствий, сплав по двум рекам. Сегодня в Сургуте открылся детский палаточный лагерь. Накануне Сургут вновь тонул в лужах. Сильнейший многочасовой дождь привел к тому, что в городе выпала почти полумесячная норма осадков. Ливневая канализация местами не справлялась с потоками воды. Из-за этого оказались подтопленные участки улиц Островского, проспектов Ленина, набережной Пролетарский, Нефтьюганского шоссе. По словам пользователей социальных сетей, на некоторых отрезках магистралей потоками дождя вымыла смесь, которой ремонтные бригады засыпали ямы на дорогах Сургута. В одной из выбоей на улице 30 лет Победы даже провалился автобус. Самостоятельно пассажирский транспорт выбраться из лужи не смог. Выводить, можно даже сказать эвакуировать пассажиров, помогал водитель автобуса. Продолжим тему дорог разговором об участках, где ремонтные бригады никаких работ не ведут. Хотя по правилам и по условиям договора подряда должны это делать. В рамках проекта «Город дорог» мы продолжаем инспектировать магистрали, которые были отремонтированы в течение двух-трех последних лет и еще находятся на гарантии, однако уже страдают от разного рода дефектов. Сегодня наша съемочная группа побывала на улицах Островского и 50 лет в ЛКСМ. Дарья Давыдова замеряла глубину колей и выбоин. Участок Островского в районе парковки травматология, а вместе с ним и перекресток улицы с Нефтьюганским шоссе, компания Ювис отремонтировала в 2014 году. Гарантия на эту магистраль пока еще распространяется, но заканчивается она через два месяца. Новый асфальт трех лет не выдержал. То здесь, то там на дороге колеса автомобилей чувствуют и колеи, и выбоины. Верхний слой еще МИА-15 называется, он 5 сантиметров. А нижний слой это уже такой более, видишь, там крупнозернистый, это, если я не ошибаюсь, крупнозернистая асфальтобетонная смесь. Вот эти два слоя, они составляют на самом деле асфальт. То есть вот сам асфальт это 11 сантиметров. И не выдержали оба? Ну, второй пока держится, но он тоже протирается уже соответственно. Судя по замерам, нашими нехитрыми приспособлениями колея составляет здесь 5 сантиметров. Глубина приличная и для автомобилистов весьма ощутимая. Вот здесь плохо, вот как на повороте вот здесь налево. Там какая-то колея. Дорога вообще плохая, по всему Сургуту, если честно. Помимо вот этого перекрестка, вообще дороги очень плохие. Меня качество наших дорог в принципе не устраивает. Ямочный ремонт на 50 лет в ЛКСМ делали в прошлом году. Выбойный подрядчик подлатал. Однако почему-то равнять с основным уровнем дороги углубление для дождеприемника не стал. По ГОСТу оно должно составлять не больше 3 сантиметров. Если глубина превышает допустимое значение, дефект должен быть устранен в течение суток. Ставим наши нехитрые приборы и измеряем. Измеряем. Ну, 10 сантиметров. 10 сантиметров как минимум мы видим, да? И это прямо на светофоре. У кого-то из автомобилистов получается объехать буквально дыру в асфальте, у кого-то нет. Кто принимал улицу после ремонта – вопрос отдельный. Однако это не единственный сюрприз, который приготовила для водителей 50 лет в ЛКСМ. Например, полна неприятных подарков для колес. Правая полоса. Вот посмотрите, машинам приходится влево сдавать, да? Получается, залезать на полосу слева, потому что справа вот там такие ярко выраженные ямы, ну, где-то 3-4 сантиметра. Естественно, автомобилисты не хотят по ним ехать, понимаете? Голосование на сайте городдорог86.рф продолжается. Там вы можете выбрать один из четырех вариантов ответа на вопрос, что является основной причиной образования колейности на дорогах Сургута, или же высказать свои предположения. Пока, судя по результатам голосования, лидирует нарушение технологий при выполнении дорожно-ремонтных работ. Впрочем, организаторы города дорог надеются, что при помощи чиновников и лабораторных исследований истинную причину колейности удастся выяснить до конца этого лета. Организатор проекта «Городдорог» Сергей Глинских направил письмо в адрес главы Сургута Вадима Шувалова с просьбой поучаствовать в проекте две недели назад. У администрации есть еще 14 дней на то, чтобы отреагировать, официально ответить и, надеемся, присоединиться к проекту. Ведь это, по большому счету, в интересах чиновников – сэкономить бюджетные деньги. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Стали известны итоги конкурса «Предприниматель года». Награждение прошло в стенах Сургутского музыкально-драматического театра. В этот раз за успехи в бизнесе отметили множество сургутян, представителей крупных и малых форм частного дела. «Предпринимателем года» стал директор местного мясокомбината Александр Лозинский. Всего на соискание особого звания заявлялись порядка 60 человек. В целом этот конкурс проводят уже не первый год. В его рамках власти популяризует предпринимательство среди населения. Этот конкурс за годы проведения стал уже символом признания роли предпринимательского сообщества в жизни города. Ведь вы действительно вносите колоссальный вклад и в экономическое развитие, и в социальную жизнь города Сургута, четко реагируя на потребности. А сегодня в Сургуте начали подводить итоги школы социального предпринимательства. Это особый образовательный проект, который реализуется Центром инновационной социальной сферы по направлению обучения и развития соцпредпринимательства. Сейчас подводят итоги юбилейного пятого цикла. По результатам предыдущих четырех выпусков в Югре реализуется свыше 160 проектов. Большинство из них из сферы дополнительного образования и социального обслуживания граждан. Выпускники школ публично защищают свои проекты. Среди них есть бизнес-планы по трудоустройству и социализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, созданию классов развития детей, по поддержке городошного спорта и созданию клуба интеллектуального досуга для людей зрелого и пожилого возраста. Мы считаем, что эти интеллектуальные мероприятия будут помогать нашим людям зрелого и пожилого возраста оставаться в социуме, общаться. Быть на связи с другими поколениями. В Сургуте для развития этого вида спорта в принципе есть инфраструктура. Инфраструктура очень простая, нужна просто городошная площадка. А она у нас в Сургуте есть. Единственное, что и это, как выяснилось, проблема. Эту площадку в свое время не оформили. То есть она физически есть, а формально нигде не значится. По итогам пятого цикла обучения социальных предпринимателей в Югре, эксперты заслушают 240 проектов. На рынок выйдут большинство из них. Как показывает практика, авторы идей либо уже занимаются внедрением своего продукта, либо находятся на этапе регистрации. Успешные проекты могут претендовать на гранты муниципалитетов или региональных властей. Однако эта поддержка пока еще достаточно малочислена. Наша задача первая – это создать некий навигатор, дать им возможность в своем плане составить конструктор небольшой, чтобы можно было сформировать свой бизнес-проект. Это самое такое. Все получают информационную и конституционную поддержку. Финансово получают недостаточно, ну немного, по муниципалитетам это 2-3 гранта, как правило. И если компенсационные затраты, то тоже 2-3 проекта поддерживаются. Некоторые вещи, я скажу, даже будут очень востребованы на рынке. Ну, как то, допустим, услуги специалиста логопеда. Они есть, да, существуют. Но, допустим, если говорить о том, что это было рядом с домом, пожалуйста, вот у нас уже 2 района определились, где могут быть логопедические центры. И так можно о каждом проекте говорить. В Югре не пить. На Координационный совет округа по обеспечению правопорядка на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых районах. Его инициаторами выступила общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость». Авторы предлагают убрать с прилавков магазинов всю алкогольную продукцию, которая находится в шаговой доступности. Продажу спиртосодержащих напитков планируют разрешить только в специализированных магазинах и за пределами жилищных комплексов. Тем самым ограничить доступ к алкоголю в первую очередь детям и подросткам. Проект на рассмотрение приняла губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона распорядилась проанализировать возможные эффекты и последствия решения. Отметим, что подобное правило уже реализуется в 103 населенных пунктах России. С 109 окружным законом у нас сейчас установлено, что нахождение детей в магазинах, в которых реализуется только алкоголь, запрещено. Штраф, по-моему, порядка 40 тысяч рублей за это. Но, к сожалению, у нас таких магазинов специализированных практически нет в МАУ-Игре. То есть мы данным, ну, закон он не несет за собой никакой последовательности. Мы хотим как бы привести в последовательность. То есть создать такие специализированные магазины, соответственно, защитить детей, чтобы туда до вступ вообще детей был запрещен. Профессиональные подходы и принципы милосердия. На базе сургутской травматологии прошла окружная научно-практическая конференция по сестринскому делу. На мероприятие собрались порядка 100 человек. Это медицинские сестры со всей Югры, а также представители образования, социальной помощи и духовенства. Основная тема конференции – милосердие и важность его воспитания у молодых специалистов по отношению к пациентам. Очень важно вот таких студентов, таких молодых специалистов научить этому милосердию. А для уже практикующих медицинских работников очень важно не выгореть профессионально, чтобы уметь отделить вот то сложное, что есть, уметь свою частичку души отдать тем пациентам, которые обращаются в наши медицинские организации. В рамках конференции все участники возложили цветы к памятнику гражданской медсестре. Отмечу, что сургутский монумент – единственный в стране. Открыли его в 2007 году. На отливку трехметровой статуи ушло 600 килограммов бронзы. Сегодня памятник стал символом выздоровления. У пациентов травмцентра даже есть примета, связанная с монументом. Если сфотографироваться с бронзовой медсестрой, то укрепиться здоровье. Вместе с тем для медиков это символ уважения к нелегкому труду медсестер. Существует в стране в России около 20 памятников медицинским сестрам, и все они на военную тематику. Этот единственный памятник у нас гражданской медсестре. Идея была у главного врача создать этот памятник. И я считаю, что это дань вообще тяжелой работе медицинских сестер. Дань труду, наверное, и в знак уважения медицинским сестрам. Все 74 сургутских детских лагеря прошли проверку на безопасность. Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провел соответствующую инспекцию еще до начала оздоровительного сезона. По ее итогам в одном пришкольном лагере выявили два нарушения. Не было дверей в санузлах, а на стенах помещений были трещины. Однако до смены все недочеты устранили. По словам сотрудников Роспотребнадзора, инспекция детских учреждений проходит максимально тщательно. Особое внимание специалисты обращают на организацию питания. Причем не только до начала работы лагеря, но и во время ее. Также выполняется у нас приказ руководителя федеральной службы. То есть мы проверяем, проводятся внеплановые проверки в отношении поставщиков пищевой продукции для лагерей. Проведено вот две проверки. Были выявлены нарушения. Юридические лица привлечены к административной ответственности. Выдано предписание. Предписание у нас стоит на контроле. Сегодня на базе центра «Сибирский легион» состоялось официальное открытие палаточного лагеря. Реализуется такая форма детского отдыха с 2014 года и является достаточно популярной среди школьников Сургута. 30 ребят прибыли в Барсово с одними рюкзаками, чтобы проверить свои силу и прочность. На протяжении 10 дней их ожидают квесты, тренировки и полосы препятствий. Что станет итогом смены палаточного лагеря и каковы обязательные условия для попадания в него, знает Светлана Стебенькова. Сказать, что ребята в палаточном лагере неподготовленные нельзя. Каждый в течение года обучался спортивному туризму на базе центра плавания «Дельфин». Отбирали детей не только по физическим показателям, но и по обстоятельствам. Далеко не каждые мамы и папы пойдут на то, чтобы отпустить ребенка жить в палатке, пусть и ненадолго. Всего в смене 30 ребят, 11 девочек и 19 мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет. Ну и как подведение итогов учебной программы был запланирован палаточный лагерь. Обязательные условия для детей, это помимо подготовки, обязательное привитие от клещевого энцефалита. Для лагеря мы соблюдали все необходимые инструкции по Санпину. Три команды накануне разбили 9 палаток. Каждая рассчитана на 4 человека. В палатке только спальный мешок. Все необходимое – сменная одежда, средства личной гигиены, в рюкзаках. Уже сегодня у ребят состоялось первое испытание. Каждой команде необходимо было найти по зашифрованным запискам спрятанный портфель. Команды готовы? Не слышу? Не слышу! А еще раз! Да! Внимание! Начали! Мы приехали! Ребята поделились, что лагерь на природе им по душе. Есть и те, кто проходит туристическую подготовку с самого начала 2014-го. Илья Алешин рассказывает, что ездит в палаточный лагерь каждый год. Как только появляются путевки, сразу подает документы. Самое трудное – это сплав. К нему готовимся. Там тренировки ежедневные, сбор снаряжения. Все это сплочение, чтобы каждый друг другу помогал. Сплав – это финал смены в палаточном лагере. Готовятся к нему в течение восьми дней. Ребят ждут специальные занятия, организованные на катамаранах, рафте и байдарках. Дети научатся, кто не умеет управлять этими судами, правильно держать весло, правильно им работать. Обязательно все проходит с соблюдением техники безопасности. Сплав будет организован по двум рекам. Это Сокур-Ягун и Трамаган. Затем ребята посетят с экскурсией деревню Рускинскую. Кстати, рассчитан палаточный лагерь только на одну смену, которая длится 10 дней. Светлана Стебенькова, Карина Сабирова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Также напомню, что в этом году в части летнего отдыха детей задействован и негосударственный сектор. Финансируются частные организации, средства бюджетов округа и города. Программы развития детей и в принципе работы учреждений согласовываются с сургутскими властями. Градоначальник Вадим Шувалов отметил, что средства, которые выделили на эти цели из муниципальной и региональной кубышек, освоены полностью и по нужным направлениям. Вижу это и по тем мероприятиям, которые мы с вами увидели. Вижу, как содержатся эти помещения. Пока младшие школьники отдыхают, старшие заканчивают сдавать ЕГЭ и параллельно готовятся к выпускному. Традиционные алые паруса пройдут в Сургуте 23 и 24 июня. А несколькими днями ранее откроют свои двери для абитуриентов приемные комиссии вузов. Какие направления станут в университетах самыми популярными, расскажет Екатерина Любешева. Приемная комиссия Сургу заработает меньше, чем через неделю. Сейчас там полным ходом идет подготовка. В вузе ожидают не менее тысячи абитуриентов. Самые востребованные направления, по словам специалистов, управление экономикой и медицина. В 2016 году, например, по специальности педиатрия было 16 человек на место. В Сургу отмечают число абитуриентов с каждым годом растет. С каждым годом наблюдается тенденция роста приезжих абитуриентов не только с Уральского федерального округа, но и даже с более отдаленных территорий. Мы, конечно, ждем достаточно высоких результатов по ЕГЭ, но и ждем инициативных ребят, креативных ребят, которые в дальнейшем пополнят наши ряды высокопрофессионалов. Кипит подготовка к приемной кампании и в Сургутском педагогическом. На этот год здесь запланировано 600 бюджетных мест, а конкурс, как правило, составляет 4 человека на место. Традиционно наиболее востребованы управленческое, экономическое направление и педагогическое, конечно, по профилю вуза. Самые популярные начальные образования иностранные языки, а также русский язык и литература. Я думаю, более мотивированные абитуриенты идут, которые планируют потом работать по специальности в школе. Ангелина Булычева – выпускница 8-й школы. В рамках государственной итоговой аттестации она сдаёт только русский и математику. Девушка решила связать свою жизнь со спортом. Работать приёмные комиссии СУРГУ и СУРГПУ начнут 20 июня. Екатерина Любешева, Алиса Анисимова, Борис Шабалдов, СУРГУТ. Следуя простым правилам, авторов лучшей социальной рекламы наградили в СУРГУТе. В шестом по счёту городском конкурсе «Простые правила» приняли участие 120 сургутян. Основную массу традиционно составили школьники и студенты. Для них на протяжении всего мероприятия проводились десятки мастер-классов и занятий. География учеников заметно выросла. В этом году жюри рассмотрела работы авторов из Югорска, Пытьяха, Хантамансийска и даже Таганрога. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Лучшие работы разместят за счёт муниципалитета в общественном транспорте или в парках города. Это есть некоторый социальный лифт, социальное продвижение. Кроме того, это очень хорошее сообщество. Тусовка такая приятная, людей заинтересованных в пропаганде нравственных ценностей, этических норм жизни. И поэтому люди все хорошие. Оказаться в такой хорошей компании всегда приятно. За полтора месяца свои социальные видеоролики и плакаты представили не только отдельные авторы, но и целые коллективы. Победители выявляли среди школьников, любителей и профессионалов в области дизайна и рекламы. По оценкам жюри были определены 14 призовых мест. Всего отметили 23 человека. Работы участников оценивали по нескольким направлениям. Сургут – наш дом, безопасный город и будь здоров. В честь года экологии жюри учредила отдельную номинацию, посвященную защите природы. Тема экологии достаточно актуальна в наше время. Когда прогуливаешься просто по городу, видишь, насколько грязный он бывает. Когда выезжаешь, особенно за город, ну, чтобы даже просто отдохнуть, и видишь этот мусор. Это неаккуратное, абсолютно небережное отношение людей и горожан к природе. Поэтому появилась идея этого плаката. Спасибо за внимание и до встречи на наших каналах. Включи «Лаврадио» твоей мечты. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет. Сургутторт.ру Весь июнь действует скидка 20% на заказные торты. Торты от компании «Вега». Это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66, дробь 2. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. И о погоде на 15 июня. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В предстоящий четверг югра будет под влиянием активного североатлантического циклона, насыщенного полями дождевой облачности и не по сезону теплым воздухом атлантического происхождения. С температурным фоном на 4-6 градусов выше климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность, возможен небольшой дождь. Направление ветра юго-восточное 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 11, плюс 16. Утром облачно с прояснениями без существенных осадков. На столбиках термометров около 19 градусов тепла. Днем с прояснениями возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер южно четверти 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый, а воздух прогреется до плюс 27. Закупайтесь с выгодой и впрок. В новом магазине «Домашний погребок». Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара, расписные и простые самовары, изделия Кольчугинского завода. Цены доступны. Новый «Домашний погребок». В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66. В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на 3 товара в чеке. Действует дисконт. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм ртутного столба. Косточки, футболки, ползунки, распашонки – все наше, родное, качественное и недорогое. Одежда для самых маленьких со скидкой 15% только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова